привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и один из подписчиков нашего канала на днях предложил нам разобрать следующую задачку которая обычно рассматривается как теоретическая в этой задачке есть несколько похожих формулировок мы выберем одну из них эта формировка будет такой на двух опорах лежит брусок и мы в него стреляем снизу из пистолета и один раз пуля попадает в середину бруска и подбрасывает его вверх а другой раз мы стреляем и пуля попадает в край и брусок подлетает еще и вращаясь и вот спрашивается в каком из этих двух выстрелов брусок ну и лучше говорить центр масс бруска его середина подлетит выше и может показаться что первый выстрел когда мы попадаем середину но тут ведь у нас нет энергии вращательного движения вся энергия кинетическая энергия поступательная и что он выше брусок подбросит а здесь мы выстрели в край брусок еще и вращается наверное он подлетит ниже вот эту задачу между прочим рассматривал на своем канале веритасиум дерек малер ну понятно что у него там было все серьезно он в этот свой брусок действительно стрелял там немножко другая была постановка но это неважно из ружья а мы из ружья стрелять не будем но будем разбираться с этим вопросом как в эксперименте простом который можно сделать здесь на столе но воспроизводимым при этом потому что если я просто сейчас возьму и щелкну по бруску плохо щелкнул еще раз он конечно подлетит на какую-то высоту могу щелкнуть по краю опять плохо щелкнул он подлетит вращаясь но ясно что все это не воспроизводимо у меня удары были разные так что нам нужен эксперимент воспроизводимый ну и даже с ружьем мы не уверены что заряды были всегда одинаковыми и конечно нам нужно разбираться с теорией потому что если у нас нет теории то эксперимент мы проинтерпретировать никак не сможем а когда теория есть мы будем стремиться к тому чтобы теория согласовывалась с экспериментом и вот я подумал что в нашем с вами случае имеет смысл в начале взять и сделать компьютерный эксперимент ну во первых поскольку это быстро во вторых поскольку это воспроизводимо ну и кроме того в компьютерном эксперименте можно ввести ряд упрощений которые при этом не меняют сути задачи и упрощение первое брусок в реальности подлетает у нас в поле тяжести но высота подъема определяется той скоростью которую приобрел центр масс после удара так можно просто скорости мерить где скорость больше там и высота больше но и кстати высота она пропорциональна квадрату скорости как известной школьного курса так что можно считать что вообще все происходит на столе мы стреляем в брусок а дальше он скользит себе каким-то образом без старения пункт 2 тут у нас были две опоры но когда я стреляю в середине в середину и брусок лежит на столе опоры вообще не нужны пуля влетит в брусок и он будет дальше двигаться параллельно себе самому а вот в случае когда мы стреляем вот в этот край смотрите пуля начинает преобнимать брусок вот эта опора вообще не нужна а на ту опору он все-таки в течение какого-то времени опирается поэтому мы оставим одну опору то есть при выстреле на столе у меня одна опора есть та которая напротив конца в которой стреляем а вторая опора тоже не нужна и вот такой компьютерный эксперимент я сейчас произведу в программе алгуду и мы посмотрим на его результаты я приготовил два бруска в них имеются специальные ловушки для пуль в левый брусок выстрел будет происходить по центру а в правый брусок по его правому краю а на левом краю установлена опора и так мы стреляем бруски пошли вверх левый идет параллельно исходному положению правый подкручивается и мы видим что правый брусок движется быстрее и достигает финишной черты ну наверное в полтора раза его скорость больше или примерно в полтора раза и этот факт нам теперь следует объяснить и теперь надо сообразить что здесь произошло и дать качественное объяснение явления только надо понять что закон сохранения энергии в этой ситуации не слишком хорошо применим потому что удар у нас не упруги пуля застревает в бруске и часть энергии вообще перекачивается в тепло а какая мы пока что не знаем а вот закон сохранения импульса тут отлично работает ну конечно пуля которая попала в середину бруска передает бруску некий импульс и пуля которая попала во второй ситуации в край бруска летела с той же скоростью принесла в систему тот же самый импульс но посмотрите ведь брусок начал опираться вращаться и опираться на вот эту вот подпорочку значит подпорочка на него тоже давит и это давящая подпорочка сообщает бруску импульс и на этом его конце значит тут суммарный сообщаемый импульс больше ну а значит и скорость центра масс будет больше вот мы и объяснили почему такой брусок подлетит выше разбив на старте большую скорость а теперь можно взять и посчитать построить теперь уже теорию которая опирается на это качественное объяснение а трюк который мы сделаем будет таким вот у нас есть сила f1 с которой на брусок действует влетающие в него пуля и вот у нас есть сила f2 с которой на брусок действует опора а нам надо найти какую долю f2 составляет от f1 и мы поступим вот так мы к центру приложим еще одну силу f1 и еще одну силу f1 ведь по сути от ничего не изменит сумма этих сил равна нулю но теперь я буду говорить вот у меня есть сила f1 которая приложена к центру масс бруска а вот эти две силы они дают момент вращающий равный f1 умножить на л где это половина длины бруска ну и этот момент вращает брусок вот в эту сторону ну а теперь я произведу ровно такой же трек приложу сюда силу f2 это одна и та же точка просто я немножко в сторону кладу чтобы не загораживать ну и здесь у меня опять же есть сила f2 приложенная к центру масс и есть вот эта пара сил которая создает момент f2 на л вращающий брусок по часовой стрелке ну а теперь нам нужно еще кинематическое соображение которое говорит вот о чем вот эти две силы разгоняют брусок и он бы двигался параллельно а вот эти моменты вращают брусок и при этом в течение удара скорость а перемещение скорость и ускорение вот этой точки касания должно быть равно нулю ну стало быть с каким ускорением брусок движется вверх как целое ну понятное дело надо взять сумму сил f1 плюс f2 и поделить эту сумму на массу бруска а с другой стороны у нас есть вращение и ускорение вот этой точки линейная за счет вращения она направлена и вот это вот которые во вращение участвуют которая эпсилон да она направлена вниз в точности также да мы его находим только теперь нам нужно момент силы а он равен f1 минус f2 умножить на рель поделить здесь мы делили на массу здесь надо поделить на момент инерции бруска ну вот я напоминаю что за пыль я считаю половину и если вы полезете в таблице то узнаете что здесь надо написать в квадрате делить на 3 это у нас значит а еще нужно на рель умножить до что получить не в радианах секунду за секунду ускорение а все-таки то которое уже у нас в метрах в секунду за секунду еще одно здесь появляется ну и у нас масса сокращается иль в квадрате сокращается тройка стояла в знаменателе знаменателя вверх перебирается и мы получаем f1 плюс f2 есть 3f1 минус f2 ну переносим значит здесь было 3f1 минус f1 с этой стороны будет 2f1 а здесь было f2 еще 3f2 4f2 ну и отсюда мы получаем что f2 вот это сила есть f1 пополам ну и таким образом в ситуации когда у нас есть опора сила действующая на центр масс она есть вот эта сила f1 которая была и в ситуации без опоры да еще и и половинка в полтора раза больше ну и у нас и скорости соответственно приобретаемые при ударе должны соотноситься как 3 к 2 а высоты на которые подлетают бруски они пропорциональны квадратом скоростей значит там уже будет не 3 к 2 а 3 к 2 в квадрате 9 в 4 более чем в два раза и вот это предсказание уже можно проверять в эксперименте и вот я построил такую установку здесь имеется все та же линейка но теперь на жестком крепление я кладу сюда брусок на нашу удар и брусок подлетает и я могу вот это устройство взбегать на край и сейчас мы посмотрим на результаты двух испытаний и вот мы видим нечто неожиданное при ударе в центр брусок подлетел значительно выше а ведь мы ждали что все будет ровно наоборот так в чем же тут разница ведь говорится что неудачный эксперимент это тоже эксперимент его требуется интерпретировать понять почему у нас не получилось то что было в теории то что было в компьютерном моделировании чем отличается эта ситуация от той ну да там у нас пуля прилетала а здесь бьет линейка разве она не сообщает в обоих случаях один и тот же импульс в общем с этим странным экспериментом надо разбираться и кажется что это будет не так просто и ваши соображения по его поводу вы можете оставлять в комментариях к этому ролику на youtube